МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Руководители поселка Байкадам заявляют, что снежные горы во дворах должны убирать жители. Улицы Караганды напоминают маленькую и грязную Венецию. Сегодня из-за потопленных дорог без общественного транспорта остались жители микрорайона «Восток-2». По таким дорогам только на танках можно ездить. Общественный транспорт, вон и тот отказывается к нам заезжать. Житель Тимиртау в своем гараже разливал и подготавливал алкоголь к продаже. В департаменте юстиции рассказали итоги операции «Контрафакт». Талые воды топят дворы поселка Байкадам Бухаржираусского района. Сельчане опасаются повторения кукпектинской трагедии. По словам жителей, опасная ситуация сложилась из-за несвоевременной уборки снега. Руководство района уверяет, что у них все под контролем. А за дворовые территории должны отвечать сами жильцы. Это дворы поселка Байкадам. Огромные сугробы местами уже начали таять и подтапливать постройки. Дом Тимиржана Токсамбаева всю зиму упустовал. Из-за обильных снегопадов жилье оказалось в снежном плену. Сейчас здание сыреет. На стенах появилась плесень. А местные исполнительные органы, по словам главы семейства, лишь кормят обещаниями помочь. Снег не чистят, только обещают. Мой дом всю зиму был завален снегом. Сейчас он сырой полностью. Мы зимовали у родственников. В Акимате помощи не дождешься. Сельчане жалуются, что снег убирают очень плохо. За всю зиму дороги в населенном пункте убирали лишь накануне приезда больших чиновников. Дорогу нам чистили всего один раз, когда Акимобласти проезжал Батакару. Весь снег накидали к нам в поселок, а теперь теплеет и нас топит. Если так будет продолжаться и дальше, мы поплывем. Вода потихоньку оккупирует дворы, сараи и гаражи. Если снег начнет таять быстрее и не прекратятся дожди, вода затопит и дома жалуются люди. Однако власти района абсолютно спокойны. Чиновники заверяют, у них все под контролем. Дорогу вдоль поселка чистит компания «Казавтодор». В ближайшие дни они должны приступить к расчистке арыков и ливневок. У нас все под контролем. Мы готовы к весеннему половодию. Техника есть. В районном Акимате функционирует единая диспетчерская служба. Всем, кто жалуется, мы помогаем в уборке снега. Но расчистка снега во дворах – это обязанность самих жильцов. Всего в Бухаржираусском районе 68 населенных пунктов. Пока ситуация с весенним половодием относительно стабильная. Недавно отопило дорогу в районном центре. Правда, чиновники своевременно ликвидировали потоп. А пока сельчанам ничего не остается, как чистить снег своими руками и запасаться резиновыми сапогами. Айям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители первого квартала микрорайона «Восток-2» остались без общественного транспорта. Из-за плохих дорог и подтопления водители автобусов отказываются туда заезжать. Жителям Майкудука приходится часами ждать и без того редко курсирующие 34-й и 0-14-й маршруты. Аналогичную картину с огромными лужами можно наблюдать во всех частях шахтерской столицы. Власти объясняют это отсутствием в городе нормальной дренажной системы. На внутриквартальные дороги «Востока-2» без слез смотреть невозможно. Водитель с 20-летним стажем Ари Бомаров жалуется, что вынужден ежедневно здесь ездить. Машину приходится чинить каждые пару месяцев. Наблюдательный мужчина рассказал, что люди зачастую часами стоят на остановках. Водители 34-го и 0-14 маршрутов отказываются сюда заезжать. Всё из-за дороги. Бедные пассажиры, а зачастую с маленькими детьми, ждут автобусов часами. А сегодня вообще вынуждены были добираться до следующей остановки. По некоторым улицам Караганды без резиновых сапог передвигаться невозможно. Ситуация с затопленными обочинами и тротуарами повторяется из года в год. Страдают в основном пешеходы. Дороги нет. Везде вода. Вот стою, не могу добраться до нужного мне пункта. Ноги промокли. А это дорога на улице Магнитогорская. Автобусы вынуждены высаживать пассажиров за 200 метров до остановки. Страдают от огромных луж и жители улицы Зональная. Чиновники объясняют это отсутствием нормальной дренажной системы. Ливневки забиты, а местами просто отсутствуют. Несколько лет назад подрядчики вместо того, чтобы почистить ливневки, решили просто закатать их в асфальт. Начал копать, увидел трубу, вместо того, чтобы ее сохранить, оставить и так далее. Люди взяли ее, заглушили. Соответственно, они тоже не могут понять, почему теперь через два или три года стало топить той ливневки. Потому что ей некуда уходить. И она начинает обратно выдавливать и выходить. В текущем году чиновники обещают начать средний ремонт 101 дороги. Отремонтируют второстепенные и внутриквартальные развилки Михайловки, Майкудука и Пришахтинска. График перекрытия дорог будет предоставлен позже. Между тем, зима уже выявила дефекты на 20 отремонтированных участках. Однако власти успокаивают карагандинцев. За некачественный ремонт еще не заплачено. Подрядчик устранит все дефекты за свой счет. Айя Мамрина и Сламбеку Спан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Подпольные производства контрафактной продукции далеко не редкость. Поддельная алкогольная продукция под видом элитных марок и нелицензионные DVD-диски часто оказываются на прилавках магазина. Какие меры принимаются и кто с этим борется, расскажет Лариса Хусаинова. Житель Тимиртау разливал и подготавливал алкоголь к продаже в своем гараже. Продукция пользовалась спросом в связи с тем, что цены якобы дорогого алкоголя были снижены. В прошлом году в Тимиртау пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной элитной алкогольной продукции в виде дорогостоящих коньяков и виски. Об этом в ходе брифинга сообщили в департаменте юстиции. Были фурнитуры, то есть колпачки, этикетки, бочки, все полностью то, что воронки, шланги, то, что необходимо было для розгляда данной продукции. И это, по данному факту, данное уголовное дело было окончено производством. И данный человек в общей сложности, он по данному уголовному делу приговором суда города Тимиртау осужден к ограничению свободного на сроком 1 год 6 месяцев с конфискацией имущества данной продукции, которая непосредственно была. Кроме того, из незаконного оборота изъято более 2000 дивизийских дисков. В департаменте госдоходов несколько управлений, которые регулируют различные правонарушения. Например, служба экономических расследований выявляет и пресекает преступления и правонарушения в сфере экономики и финансов. Одним из приоритетных направлений которого является борьба с преступностью в сфере защиты интеллектуальной собственности. За незаконное использование таких товарных заков, как Toyota, Lexus и Kia, два физических лица были привлечены судом к административной ответственности. Наложен административный штраф на сумму, на общую сумму 103 тысячи тенге. С конфискацией изъятого имущества. Один материал на сегодняшний день находится на стадии формирования. В феврале вновь провели операцию «Контрафакт», по итогам которой изъято более 600 экземпляров пиратской продукции. Поставлено на учет 16 лиц, возбуждено 8 уголовных дел. Борьба с «Контрафактом» ведется не одно десятилетие. Однако ни самопальный алкоголь, ни пиратские диски из прилавков не исчезли. Департамент юстиции заявляет, что работа будет продолжена. Лариса Хусынова, Жекселок Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Золотое наследие великих кочевников. Именно так назвали организаторы «Волночное ремесло». Домохозяйки, пенсионеры, инвалиды и студенты получили возможность обучиться этому искусству. В течение трех дней в Карагандинском областном филиале партии «Нуртан» проходит социальный мастер-класс. Наталья Воротынская приехала из Тимиртау по приглашению филиала партии «Нуртан» специально, чтобы обучиться искусству работой с войлоком. Она работает в центре «Щибер», который занимается практически тем же самым. Но дополнительные занятия и навыки никогда не будут лишними, считает Наталья. «Получила приглашение, приехала, потому что очень хотела посмотреть на работу УРЗы, на технику, в которой она работает, может быть, перенять какие-то идеи. Да, есть у меня мечта когда-нибудь самой заняться созданием таких изделий в технике, в которой работает РЗА Турсензада. То есть, я считаю, вообще, это уникальная возможность непосредственно с ней пообщаться и получить какие-то знания». Один из организаторов мастер-класса Турсензада РЗА. Она считает, что обучение ремеслу наших предков является благородной задачей, а прикладное искусство Турсензада называет не иначе, как золотое наследие великих кочевников. Культура, язык, традиции – это прерогатива все-таки женщин. У нас у казахов же есть пословица «Ирадам азаматы тарвелиды, а ирадам адам заты тарвелиды». Это на самом деле так. Мужчина воспитывает, отец воспитывает мужчину, а женщина воспитывает общество. Поэтому в наших руках, каким оно будет в будущем, что мы передадим нашему будущему поколению. Три дня в Караганде проходит мастер-класс по кройке и шитью. Данный тренинг – социальный. Сюда пригласили людей с ограниченными возможностями и представителей социально незащищенных слоев населения. Кроме того, мастер-класс посетили студенты, пенсионеры и домохозяйки. По замыслу организаторов все участники получат сертификат. Это даст возможность найти работу. И данный сегодняшний тренинг – он социальный. То есть мы пригласили людей с ограниченными возможностями, которые сегодня получат мастер-класс. В дальнейшем они смогут подниматься, получить сертификат и обеспечить себя работой. Вы видели и молодые. Это в основном к нам пришли сегодня ребята с технико-строительного колледжа. С других мы взяли тех, кто социально незащищенные слои. Тренинг посетили около 30 человек. Лучшие работы и организаторы намерены объединить в единое большое полотно, которое затем покажут во всех городах Казахстана. Асель Сазанбаева, Ажара Гимбаева, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Открой свой бизнес. С таким призывом в Карагандинском государственном университете выступили прокуроры области. Главная цель мероприятия у молодежи – развить предпринимательскую деятельность. О том, как стать успешным бизнесменом, расскажет Фариза Аулбаева. Стартапы, микрокредиты, финансовая занятость и многие другие термины услышали тинейджеры от управленцев Палаты предпринимателей, проектах менеджеров регионального офиса СРРК и представителей банков второго уровня. В текущем году в Караганде прошли обучение 1200 будущих бизнес-управленцев. Это стало возможно благодаря проекту «Доверие населения поддерживающей в большей степени молодое поколение». Доказательство этому и встреча в стенах Карагандинского государственного университета. Вы можете себя показать, в каком бизнесе вы можете работать. Студентам старших курсов разъяснили меры государственной поддержки бизнеса. Открытие личного дела вызвало живой интерес у наиболее активной молодежи. Среди них и облажит Писпаев. Студент юридического факультета с детства мечтал открыть кондитерскую. Теперь же она осуществима благодаря государственной программе. Семинар прошел очень хорошо. Я многое узнал об индивидуальных предпринимателях, как им стать. В дальнейшем планирую стать индивидуальным предпринимателем, открыть свое дело. Планирую открыть кондитерскую. Организаторы встречи делились мнениями, обменивались опытом. Прозвучало много вопросов об участии в конкурсе на получение грантов в рамках государственной программы развития бизнеса «Дорожная карта 2020». Рассказали также о проекте «Доверие населения», дающие большие возможности молодежи. Студентам предложили широкий спектр возможностей трудоустройства и развития своих идей. На сегодняшний день финансовую поддержку получили более 500 проектов. В рамках этого проекта уже поступили заявки в фонд «ДОМО», а также в палату предпринимателей Каргандинской области. В принципе, заявки на рассмотрение по Каргандинской области. Есть студенты как и Каргандинского государственного технического университета, так и представители города Шусь-Казгану. Организаторы заявляют, что агитационные работы будут проводиться во всех вузах города. Главная цель – создание экономически образованных управленцев среди молодого поколения. Фариза Улбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более ста подростков боролись за призы и медали. Причем боролись в прямом смысле. В Караганде прошел седьмой областной чемпионат по греко-римской и вольной борьбе. Со всего региона съехались лучшие юниоры. Юрий Филиппинзе занимается греко-римской борьбой всего три года. Однако уже успел достичь немалых результатов. Парень во второй раз участвует в подобных соревнованиях. Является чемпионом области и призером Республики Казахстан по греко-римской борьбе. Юра признается, что соперники сильные. И было немного трудно. Я борьбой занимаюсь уже три года. На областной соревновании я был чемпионом. Я отвернусь в имени школы имени Али Матагаловой. Я отвернусь в первую очередь. В первую очередь я борюсь в шатри керамо. Классическая борьба зародилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи. А современный вид греко-римской борьбы сформировался во Франции в первой половине 19 века. В турнире приняли участие школьники 2003 года рождения. Турнир посвящен памяти Багдаулета Урбисинова, первого директора спортивной школы имени Али Малдагуловой. Такой вид спорта воспитывает в детях стойкость духа и отвлекает от всеми любимых гаджетов и интернетов. Отличившиеся спортсмены награждены дипломами, кубками и ценными призами. Также путем конкурсного отбора у ребят появилась возможность стать учениками спортивной школы-интерната имени Али Малдагуловой. И еще об одном. Победители в девяти весовых категориях определились по итогам соревнования по рукопашному бою среди подразделений Департамента внутренних дел. Первенство было посвящено празднику Наурыс и предстоящему 25-летнему юбилею казахстанской полиции. Празднику Наурыс и предстоящему 25-летнему юбилею казахстанской полиции посвятили соревнования в Департаменте внутренних дел. В турнире по рукопашному бою приняли участие более ста сотрудников различных подразделений со всей области. Это и военнослужащие национальной гвардии, и участковые, и оперативники, и сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Именно в СОБРе служит Беркут Кошибаев. Уметь отражать нападение противника – это одна из основных задач сотрудника полиции. Этот турнир поможет проверить готовность сотрудников полиции к реальной службе на улице, а также поможет повысить их мастерство. Эти соревнования стали первым отборочным этапом. Второй тур организаторы намерены провести в августе. Победители турнира в составе сборной команды областного ДВД примут участие в республиканском чемпионате, который пройдет в Караганде в октябре нынешнего года. Стоит особо отметить, что карагандинская команда уже на протяжении 9 лет неизменно занимает высокие места в республиканских соревнованиях. Мы гордимся нашим сотрудниками, которые занимают свои места на мировой и международных аренах. Это Мухаммед Сианов, Ахмур, Живанов, Берей, Клюбайев, 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 Семей, Кустоид и Многим, Многим. Глава нашего государства, Клюбайев, Шерст Клюбайев, определил одним из важнейших раритетов России Казахстана, утверждение здорового образа жизни, привлечения к арестанскому активному занятию в физике, культуре и спорте. Проводим эминомент приветствия в этом году, помочь нам стать еще сильнее и еще спорченнее. Соревнования прошли в течение одного дня. По итогам, грамотами, медалями и ценными призами награждены победители в девяти весовых категориях. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сау Болгстар. Субтитры создавал DimaTorzok